Глава фонда Руссидящая, Ольга Романова, говорит про три этапа расчеловечивания российского правосудия. На первом этапе, до 1918 года, сообщения о пытках в тюрьмах еще провоцировали разбирательство и скандалы. Как это случилось после того, как полицейские в Казанском ОВД Дальней, известная история, замучили задержанного насмерть бутылкой из-под шампанского. Потом была утечка архива из колонии в Саратове. Пытки, поставленные на поток. И глава ФСИН Калашников был уволен в связи с утечкой, а не в связи с пытками. Потому что пытки нужны, а утечки нет. И вот теперь третий этап после того, как началась война. Сейчас, конечно, третий этап. Демонстративно, на камеру. Надо сказать, что к этому подводили. К этому подводили Пригоршинской кувалдой. Казань практически тоже в эфире. Кувалда стала, я напомню, символом ЧВК «Вагнер», но символом позитивным. Многие тогда требовали оценки действий ЧВК «Вагнер» и Пригоршина, хотя это был не лично Пригоршин, какой-то его мерзавец, со стороны Маскальковой. Маскалькова встретилась с Пригоршином. И мы видели парадные фотографии, улыбки, рукопожатие и официальное сообщение «ми-ми-ми». Никакой кувалды там не было. То есть, в принципе, уже была акцептована внесудебная расправа, внесудебная казнь. И сейчас, когда время от времени независимые медиа и российские, не только российские, обычно это медиа в изгнании, пишут о внесудебных казнях, о примерах внесудебных казней на фронте, никто даже не реагирует, никто даже вообще бровь не поднимет. Мы все знаем, все рассказывали, и даже уже официально рассказывается, говорится, признается, что на фронте существуют ямы. Ямы, куда сажают без суда и следствия провинившихся солдат. И тоже это воспринимается совершенно нормально. Вдобавок, четырем подозреваемым сначала были арестованы еще четверо. Два брата Аминчон и Деловар Исломовы, их отец Исраил Исломов. Деловар Исломов продал обвиняемым машину, тот самый белый Рено, причем Исломов сам пришел в полицию, когда увидел свою машину, но это не помогло. А житель Красногорска Алишер Касимов сдавал подозреваемым квартиру. Всем предъявлены обвинения в терроризме. Формулировка следствия, поселили у себя и обеспечили транспортом. Все отрицают свою вину, настаивают, что ничего не знали, и ясно, что против них ничего нет, кроме того, что Деловар Исломов был последним владельцем машины, а Касимов сдавал квартиру. Ну, кого это интересует? Если можно сажать кого угодно, за что угодно, почему нельзя посадить этих людей? А помните подрыв Керчевского моста, когда взорвался автомобиль, который был арендован, там что-то перевозил из пункта в пункт Б? И быстро нашли владельца небольшой грузовой фирмы, которая занимается перевозками. Он сидит. У него тяжкие обвинения в терроризме. Он сидит. Сидит его. Жена пишет во всей инстанции, что он не виноват. Понятно, что он не виноват. Да, с вами понятно. Он сидит и будет сидеть. Безусловно. Я думаю, что вот ровно та же судьба ждет, к сожалению, этих парней, которые сдавали квартиру, продавали машину и так далее, и так далее. И их родственников теперь уже, видите. То, что они будут сидеть, для меня это не сюрприз, исходя из истории с Керчевским мостом.